Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, для подобных видео нужно, конечно же, принарядиться, выглядеть достаточно гламурно, потому что речь пойдет сегодня о часах, когда ты вещаешь о моде, о том, что носить, что не носить. Ты должна выглядеть соответствующим образом, но не хочется сегодня выглядеть соответствующим образом. Сегодня какой-то такой расслабленный день. Сегодня я расскажу вам о часах, о том, что я считаю очень-очень стильным, о том, что я люблю сама, и о том, что я хочу сама себе купить, подарить, не знаю даже, как все это будет происходить. Я думаю, что многие поняли, что я за, так называемое, пришлось прерваться, карта памяти заканчивается. Я, наверное, говорила о том, что я человек, который любит крупные мужские часы. Крупные. Вот это, кстати, мужские часы. Мне кажется, что они подчеркивают женственность нашего с вами, прекрасного женского запястья. И даже если часы не являются мужской маркой, мужской моделью, я предпочитаю все-таки мужские часы. Сейчас я покажу вам часы свои, где-то, 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 вот они, это мои часы. И могу сказать, что это мужская модель, она выпущена и предусмотрена для мужчин, женщины ее крайне редко покупают, и здесь просто убраны звенья, звенья с браслета. Соответственно, вот такие часы я люблю. Почему я также их люблю, помимо того, что они хрупкость нашего запястья с вами подчеркивают? Просто потому, что я человек, которому очень нравится на других и на себе, когда часы носятся поверх, допустим, объемного свитера. Это позволяет, во-первых, часы носить сверху, и всегда это удобно смотреть, если мы смотрим на часы. То есть не нужно где-то там под рукавом искать свои собственные часы. Плюс это позволяет перехватывать все-таки рукав, и, соответственно, он не сползает, он как-то красиво драпируется. Единственное, что если вам также нравится, как и мне, носить часы поверх свитера любого цвета, я бы рекомендовала для симметрии образа надевать все-таки какой-нибудь браслет, не обязательно такой же ширины, это может быть тонкий браслет, надевать все-таки на другое запястье. Если у вас нет браслета, возможно, вы не являетесь поклонницей браслета, возможно, вам подойдет небольшой платок. Сейчас их продают везде, от масс-маркета до более дорогих вариаций. Я видела очень красивые платки шелковой фурла, на мой взгляд, соотношение цены-качества там просто идеально. Поэтому имейте в виду, что вместо браслета вы можете носить платок на запястье. Поэтому первые часы, которые бы я всем рекомендовала, которые сама очень люблю, но редко-редко ношу, потому что забываю, это вот такие а-ля мужские часы. Они могут быть на браслете, соответственно, металлическом, они могут быть на браслете каучуковым, и они же могут быть также на браслете кожаном. И, кстати, на кожаном браслете мужские часы, мне кажется, еще более красивыми. Когда я покупала эти часы, мне казалось, что металлический браслет – это самое то. Теперь же я подумываю, если это возможно, а я думаю, что это возможно, все-таки поменять здесь браслет на кожаный. Допустим, кожаный коричневый браслет, мне кажется, это очень-очень красиво. Другие часы, которые мне нравятся, это тоже крупные часы, но они, что называется, женская вариация на тему. И это вот часы, да, просто бочковидной формы, то есть достаточно крупным циферблатом. Тоже крайне редко ношу, и не люблю часы, которые нужно подводить, либо батарейку менять. Я, в общем-то, люблю, когда надела, что называется, и пошла. Эти часы мне тоже кажутся красивыми по той же причине, что и предыдущая модель, когда достаточно крупное что-то на нашем запястье. На мой взгляд, это красиво. Но могу сказать, что подобные часы, вот если рекомендовать из всех, я бы рекомендовала прямо-таки как самую неудачную модель, потому что эта модель очень странно смотрится, и, на мой взгляд, не совсем адекватно в том, что мы привыкли видеть сейчас. Смотрится, допустим, с какими-то спортивными компоновками, со свитшотом моим любимым, допустим, джинсы-рубашка, как сейчас я одета. Вот мне кажется, что они как будто бы выбиваются из, скажем так, общего лука, из общей идеи. И поэтому вот подобные часы, на мой взгляд, это то, что мы могли бы назвать старомодным. Двое часов надеть, а еще трое. Вообще так круто. И пойти снимать стрит-стайл. Вау, красота. Мне, кстати, нравится, когда люди носят двое часов. Я бы сама так не всегда носила, но, в принципе, идея мне понятна, и мне кажется, это круто. Иногда так себя побаловать, таким, такой, скажем так, идеей фэшн-смелости. Сейчас все это расстегнуть. Так вот, я считаю, что эти часы самые трудновписываемые в любые компоновки, в любые ансамбли. Каких часов у меня нет, но какие часы мне очень нравятся. Хотя, возможно, когда я примерю, я поменяю свою идею. Это маленькие, прямо-таки крохотные женские часы с маленьким циферблатом на аккуратном кожаном ремешке. Это то, что мне стало казаться очень-очень женственным. Это то, чего мне не достает, когда я надеваю, допустим, маленькое черное платье. Если я надеваю маленькое черное платье, сверху кожаную куртку-косуху и, возможно, кедики свои любимые, то, конечно же, часы мужские, а-ля мужские на ремешке, получается, вот таком металлическом, они очень хорошо вписываются, подходят и даже уравновешивают полный ансамбль. Вот такая классика в виде черного маленького платья. И что-то в виде аксессуаров, верхней одежды, более спортивное, более кэжо. Но когда я надеваю, допустим, да уж я не говорю там про вечернее платье, я уж давно вечернее платье не ношу. Но когда я надеваю, допустим, что-то более женственное, то же самое свое белое пальто, вот я недавно показывала, и, допустим, платье, и, допустим, туфли на высоких каблуках, я чувствую, что мне не хватает вот этой женственности, которая обычно, называется, была абсолютной. То есть, вот есть такие образы, когда хочется и нужна, на мой взгляд, абсолютная женственность. То есть, черное платье, если ты надеваешь небольшой каблук, если у тебя лодочки, то вот все те часы, которые я показала, на мой личный взгляд, на мое личное ощущение, они не подходят. Поэтому, если вам не нравятся массивные часы, мужские часы, я бы рекомендовала очень-очень присмотреться к часам с маленьким циферблатом на простом кожаном ремешке. Какого цвета кожаный ремешок я бы выбирала? На самом деле, все зависит, конечно же, от цвета вашей кожи. Здесь также, как и с лаком для ногтей, нужно прикладывать и смотреть, какой цвет ремешка будет лучше. Я совершенно точно знаю, что на мою кожу мне подойдет темно-темно-коричневый ремешок. Практически черный, но при этом все-таки темно-коричневый. И от себя могу сказать, что я также полюбила часы со съемными ремешками, потому что я заметила, что сатиновые ремешки смотрятся потрясающе женственно, стильно и красиво. И, соответственно, если бы у меня были часы, я думаю, что в ближайшее время я их себе приобрету, маленький и женственный, хотя я не знаю, зачем мне часы, я всегда время смотрю на телефоне. И, кстати, я считаю, что на самом деле сейчас, конечно же, часы как аксессуар, он уходит в прошлое, потому что, ну, это вещь, которая должна быть функциональна. Она не столько несет какую-то красоту и аксессуарную нагрузку, сколько это функциональная вещь. Ее функциональность сейчас под большим вопросом, мы все окружены гаджетами, и, соответственно, часы нам не так нужны. Но, если бы я покупала себе часы, я бы совершенно точно выбрала ту модель, на которую бы я смогла поменять ремешок с кожаного на сатиновый. Это могут быть яркого цвета сатиновые ремешки, яркие розовые, насыщенные синие. Это могут быть какие-нибудь пастельные тона. Я просто видела своими глазами, как красиво смотрится белый сатиновый ремешок. Если у вас есть часы и можно поменять ремешок, возьмите себе эту идею на заметку. Ну и в конце этого видео, поскольку вопрос мне был задан, какие часы я бы могла порекомендовать, я хочу сказать, какие часы я никогда не надену. Я никогда не надену не механические часы, то есть часы, которые имеют, тем более, знаете, есть такие часы, они в железном ремешке, железный циферблат, а вот здесь у них диджитал, то есть, получается, цифровая, цифрой показывается время. И могу сказать, что я никогда совершенно точно не надену так называемый Apple Watch и все вариации на эту тему. И несмотря на то, что Apple Watch сделал коллаборацию с моим любимым и обожаемым Hermes'ом, совершенно точно я этой коллаборации не понимаю, никакой красоты я не вижу, никакой функциональности также. Потому что Apple Watch, конечно же, это часы, которые ты можешь использовать везде, везде, везде. Ты побежала, ты вышла на пробежку, ты в Apple Watch и, соответственно, в этом их функциональность. А если у тебя кожаный ремешок, и ты вышла на пробежку, то, в общем-то, вопрос очень большой к функциональности этой вещи и уместности ее на пробежке. Поэтому я совершенно точно не куплю себе ни классический Apple Watch и все вариации на тему, ни тем более Apple Watch в коллаборации с кем бы то ни было, даже если это дом, которому я испытываю какой-то трепет, уважение и особую любовь. Ну и также хотела сказать, что я против всех часов, всех гаджетов на своем теле, которые работают от Wi-Fi, я думаю, по причинам, которые здесь не стоит даже объяснять, на которых не стоит останавливаться. Мы люди, которые живут в окружении всевозможных волн и излучений, еще, в общем-то, все это на себя надевать, за собственные же денежки носить совершенно точно нет. Хочу сказать, какие часы я бы рекомендовала приобрести всем, если у вас есть, если у вас есть, я даже не знаю, сколько могут стоить часы, все зависит, безусловно, от модели, сейчас речь пойдет о конкретной марке. Сколько бы лет вам ни было, даже если вы слегка за 50, как я люблю говорить, элегантно в возрасте находитесь, эти часы действительно смотрятся очень классно. Где я это подсмотрела? Во-первых, я сама подобные часы часто ношу, беру их у детей своих, и речь идет о самых обычных часах с Watch. У меня сейчас нет их на руке, не могу вам показать, потому что Данечка ушел на прогулку в этих часах, и периодически я вообще как начала их носить, и поняла, что они очень классно смотрятся, как раз таки потому, что выезжая с детьми на прогулку, дети в определенный момент больше не хотели эти часы, получая их подарок, они радуются, выходят на прогулку, потом часы им мешают, и приходилось всегда их надевать, чтобы они не потерялись нигде на себя. Я могу сказать, что эти часы потрясающе смотрятся. Вы можете подобрать себе на самом деле любой ремешок, любой цвет циферблата, но у них такая интересная тонкость циферблата, и тонкость вот этого ремешка, который, кстати, я знаю, есть еще ремешки, которые обматываются, тоже мне очень-очень нравятся. Сегодня также пойдет речь о часах Hermes, которые по такому же принципу имеют свой ремешок, смотрятся действительно потрясающе. Самая обычная классическая модель, которая выходит в разных-разных цветах, это то, что вот на самом деле смотрится даже с классическими, казалось бы, компоновками очень хорошо. Ну и такие часы я могу сказать, что я подсматриваю и вижу часто на итальянках. Итальянки очень любят, очень любят женскую модель часов, сейчас скажу, как они называются, они называются Rolex, очень любят Rolex, что мужчина, что женщина здесь в Италии, это считается прямо-таки супер-супер вещь, которую очень многие стремятся помимо, допустим, брендовой сумки, если речь идет о женщинах. Но и также я часто вижу часы Swatch на итальянках, и могу сказать, что они мне нравятся как на других, так и на себе. Ну и последнее я хочу сказать, передать привет всем. Я часто говорю, что есть определенные вещи, которые делают меня похожими с моими зрителями, которые, возможно, отличают, но, возможно, опять же, однажды, когда кто-то на это обратит внимание, сделает нас более похожими. Вообще, я считаю, что это здорово быть такими разными и в чем-то похожими одновременно. Так вот, я могу сказать, что я человек, который очень плохо относится, некомфортно себя чувствует к любой окольцовке, будь то браслеты, будь то цепочки. Я недавно попыталась носить цепочку свою с кулоном, будь то часы, будь то кольцо, даже обручальное. Соответственно, я плохо себя чувствую, когда вот что-то, чем-то я окольцована. То есть для кого-то это пустой звук, возможно, а я прямо-таки человек, который совершенно точно некомфортно себя чувствует, когда на меня надеты кольца, браслеты и так далее. Я прямо-таки чувствую, что моя энергия, она не переливается, она не имеет какого-то контакта со Вселенной, даже так могла бы сказать. Напишите, у вас такое бывает или нет? Бывает, что вы наденете на себя что-то в виде кольца, то есть окольцуете себя, повторюсь, кулана, бусы, все что угодно. Это может быть на шее, браслеты, либо часы, либо кольца, и вы чувствуете себя некомфортно. На этом с вами прощаюсь, дорогие зрители. Желаю всем хорошего настроения, классно, стильно выглядеть. Надеюсь, что скоро-скоро мы все сможем гулять по прекрасным улицам, прекрасных наших городов, где мы сейчас живем, и в которых, в общем-то, сейчас мы гулять не можем, потому что мы все находимся в некой добровольной, да даже, наверное, все-таки не добровольной, а предписанной самоизоляции. Всех люблю, всех целую. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.